Я сегодня представлялся, меня зовут Сергей Востриков, я руководитель направления marketplace и интеграции в 1S Bittrex. Но поговорим, конечно, не про marketplace, а поговорим про делегирование, проблемы делегирования в том числе. О чем на самом деле говорил Павел, перед этим рассказываю про проблемы с собственниками. На самом деле проблемы делегирования, они общие. И начнем с небольшого тезиса. Что такое управление? Управление это не то, как это, это не значит выполнять работу. Это значит организовать других людей так, чтобы они эту работу сделали. Исходя, собственно, из этого тезиса, и становятся понятны проблемы, с которыми мы сталкиваемся при делегировании, при управлении людьми. Мы пытаемся за них сделать их работу. Признайтесь, ну вот даже не признайтесь, наверное, так. Кто считает, что он периодически иногда делает работу за своих подчиненных? Половина не признается. Хорошо. А слышали про такую штуку, как управленческие обезьяны? Кто слышал? Неужели никто не слышал? Это знаменитая очень статья и очень веселый такой термин. Что такое управленческая обезьяна? Это, ну как бы, иллюстрация, чтобы стало понятно, насколько неправильно мы работаем с подчиненными. Управленческая обезьяна – это следующий шаг, который нужно сделать для выполнения какой-то задачи или для решения какой-то проблемы. Ну, то есть мы всегда, на самом деле, с такими обезьянами сталкиваемся. Нам нужно решить какой-то вопрос, это что означает? Что у нас на плечах появляется такая обезьяна веселая, она может быть маленькая, может быть большая, она волосатая, чешет подмышками, там, я не знаю, иногда по щекам вас хлопает. И вы с этой обезьяной ходите весь день, там, можете неделю ходить, долго. Но это было одно, если бы вы таскали своих обезьян, потому что мы все их таскаем, у нас у всех есть свои обязанности, даже если вы руководитель, у вас может быть руководство над вами, которое ставит вам задачи, и вы, по сути, передаете вот тех самых управленческих обезьян вам. И это ваша обязанность этих обезьян носить и периодически от них избавляться. Но сложность в том, что мы зачастую подхватываем обезьян наших подчиненных, не обращая на это внимания. Ну, классические такие случаи, когда к вам подходит ваш подчиненный и говорит, вы знаете, столкнулись с проблемой, вот с такой-то вот, что делать-то? Вы понимаете, как ему можете помочь, вы реально понимаете, что вы можете ему помочь, но сейчас прямо не готовы ему отвечать. И вы такой, о, слушайте, ну, я подумаю, я вам скажу позже, что надо делать, я сейчас вот спешу там немножечко. И в этот момент волосатая обезьяна с вашего подчиненного перепрыгнула на вашу спину, потому что он-то в шоколаде, он свою проблему на вас перевесил, он уже не обязан думать, что с этой проблемой делать. Мяч на вашей стороне. Вы думаете, что он продолжает выполнять задачу, но нет, на самом деле вы начинаете выполнять его работу. То же самое, когда вы говорите, ну, я сейчас вот не могу, напишите мне, что делает Вася, который к вам подошел с этой проблемой. Он спокойно возвращается на рабочее место, пишет вам писульку в виде e-mail, отправляет, и он свободен, как ветер. И все эти письма собираются у вас, всем, кому вы обещали помочь там, или нужно ваше участие для принятия решений. В конце недели не скапливаются, ваша работа же от этого не уменьшилась, вы просто нагружаете себя новыми делами. Сотрудники видят, что вы нифига не помогаете им, при этом они становятся неозадаченными, потому что как только обезьян он вам передал, он свою работу перестал делать. Он считает, что он сделал все, что мог, теперь как бы не его компетенция, теперь должен в этом начальник принимать участие. Когда вас просят с кем-то поговорить, с кем-то договориться, вот если вы не узнаете себя в этих ситуациях, а я сомневаюсь, что на самом деле это общая проблема, я не встречал людей, за редким-редким исключением, которые не подлавливают обезьян своих исполнителей. Вот если эти ситуации в вашей жизни случаются, даже если вы сейчас руку не поднимали, на самом деле имейте в виду, что вы выполняете работу своих подчиненных. А почему это плохо? Это мешает на самом деле в первую очередь вам, вы становитесь перегруженными, вы все время находитесь в состоянии стресса, это мешает работать, мешает развиваться вам, мешает вашим подчиненным в том числе. И вот эти вот все отговорки, почему это происходит, почему вы неправильно делегируете задачи или перехватываете их обратно у ваших исполнителей, они все у нас в голове есть. Вот они все, я думаю, они все знакомы. Почему? Потому что у нас у всех есть мечта. Я думаю, каждый бы желал, чтобы его подчиненные, это вот, ну я не знаю, это не так сформулирую, каждый мечтал бы иметь клоны себя, любимого, который обладает той же компетенцией, тем же уровнем знания, ответственности, размножить самого себя любимого, чтобы этот любимый выполнял всю эту работу, но просто за меньшие деньги. Ну, к сожалению, мы понимаем, что, конечно, так это не работает. Вот все эти отговорки, которые у нас в голове, их условно можно разделить на три группы. Первая группа называется синдром специалистов. Я сомневаюсь, что кто-то из присутствующих здесь свой первый трудовой опыт начал с позиции директора крупной компании. Я думаю, мы все росли постепенно, приходили к собственному бизнесу, приходили к своей управленческой должности, начиная с низов, будучи специалистом, будучи экспертом в каком-то вопросе, и мы из этого и росли. И вот сейчас мы стали руководить, но синдром специалиста никуда не делся. Нам все время кажется, что мы это сделаем лучше. И если у вас вот такая боль есть, и вот вы думаете, делегировать вот эту конкретную задачу подчиненным или не делегировать, просто подумайте и по-честному ответьте себе, а сделают ли они вообще в принципе вот эту вот работу или нет. То есть да, они ее сделают хуже, да, они, может быть, ее сделают медленнее, они ее по-любому сделают хуже и медленнее, потому что вы-то как специалист выросли, они еще не доросли. Но если они в принципе готовы справиться с этой работой, отдавайте эту задачу, скрипя зубами, результат будет хуже, чем если бы это сделали вы, но это единственный способ масштабировать. По-другому не получится, клоны нам недоступны. Вторая группа – это страх неудачи. Вы смотрите на этих людей и боитесь, что они сделают неправильно, что они накосячат, а вам фактически придется за них отвечать. Это нормально. Но задайте себе другой вопрос. А если я сейчас не буду давать им вот эти вот задачи, с которыми они не справятся, которые они профокапят по-любому, и вы знаете это как руководитель. Если я не буду давать им эти задачи, а они когда-нибудь смогут эти задачи решать вообще? И если ответ, что нет, не смогут, то опять же стискивайте зубы и эти задачи отдавайте, потому что это единственный способ людей научить эти задачи выполнять. Помните бразильскую систему в Яралаш? Помните кто-нибудь такой ролик? Или я один такой старый тут? Вот вы помните. Хорошо. Единственный способ нормально обучить человека – это создать для него такие условия практически, не теоретические, практически, когда у него не будет выбора, кроме как сделать то, что вы ему поручили. В том чудесном ролике один пацан учил другого стоять на воротах, поставив его в качестве вратаря напротив стеклянной витрины. Он не должен был пропускать ни одного мяча, потому что у него выбора не было. Вот это называется бразильская система. То же самое касается делегирования. Если вы хотите, чтобы ваши сотрудники научились тому, чего они сейчас делать не умеют, вы вынуждены ставить их в такие условия. Собирать косяки, отвечать, исправлять потом, собирать шишки. Способа другого нет. Ну и самый большой страх любого руководителя. Если я офигенно все так организовал, все работает само собой, как часы, я-то зачем нужен? Ну так мы с этого начинали. Руководство и заключается в том, что единственная ваша реальная задача – это организовать работу других людей. Если вы сделали так, что они работают хорошо без вас, вы хороший руководитель. Если вы так сделать не смогли, если вы постоянно с этими обезьянами меняетесь с ними, то вы руководитель плохой. Поэтому этот страх в голове надо убирать, и никто, кроме вас, сделать этого не сможет. Это то, что живет в голове, это не имеет никакого отношения к действительности. Рассмотрим вторую сторону. Почему исполнители не выполняют задачи так, как вы от этого ждете? Ну, самая простая, самая частая, наверное, причина – исполнитель не хочет выполнять задачу. Чаще всего это случается, когда с его точки зрения ту работу, которую вы ему дали, она бессмысленна. Ну, с его точки зрения бессмысленна. Но это ваша проблема, а не его. Это означает, что вы, как руководитель, не домотивировали человека, не объяснили ему, почему эта задача важна для компании, в чем ее смысл, зачем нужно делать эту работу. Поэтому, когда вы ставите задачу, понимая, кому вы ее ставите, вместе с постановкой нужно людей мотивировать. Это тоже работа руководителя. Вторая проблема. Ну, человек не может физически справиться с этой задачей. Это ошибка делегирования, и тут с этим сделать ничего нельзя. Ну, вы просто выбираете неправильных людей. Это опять ваша проблема. Вы выбираете исполнителя. Это не он такой плохой, что он не смог сделать это физически. И это вы такой плохой, потому что неправильного человека выбрали. Когда вы делегируете задачи, всегда оцениваете, а сможет ли этот человек с ней справиться вообще. Хватит ли у него квалификации, хватит ли знаний, хватит ли у него ресурсов. Если вы этого всего не дадите, ну, кто же вам виноват. Может быть, вы плохо объясняете задачу. Человек не знает, как это сделать. У него, точнее, он не знает, что делать для того, чтобы получить нужный результат. Вы не сформулировали ему метрики, по которым он может понять, правильно он сделал или неправильно. Или он некомпетентен, в достаточной мере вы не занимались его обучением. Ну, вот эта классическая картинка так называемого карго-культа, я уже сейчас не помню, в каком океане, в теплом, будем считать, что в индийском, был чудесный остров, на котором обитало практически первобытное племя. Американцы там сделали военную базу. И вот пока там была база, там был аэродром, они подкармливали этих туземцев, ну, чтобы те не сильно возникали, не мешали людям работать. Потом они эту базу свернули и улетели. А туземцы привыкли получать еду в кормушку. И они такие посидели и подумали, ну, наверное, чтобы появлялась еда, как раньше, нам нужны самолеты. Ну, вот эти вот штуки, которые там летали. И они в силу, по своему пониманию, этой задачи, собственную проблему решили. И сели вокруг, значит, этих соломиных самолетов и стали ждать еды. Это называется карго-культом. И по сути это именно та иллюстрация, которая означает, что человек, выполняя задачу, не знает, что ему, собственно, делать. И он делает что-то там свое. Близко к этому, наверное, когда он делает все правильно, ну, не до конца, не понимая всех нюансов и не знает, у кого спросить. Не общается с коллегами более опытными, например. Вы не организовали процесс этих коммуникаций. Он сделал все, как в задаче написано, просто там были опущены некоторые нюансы, которые он в силу отсутствия квалификации не до конца понимал. Ну, сделал как сумел. Это не его вина ваша, в общем-то. Все вот эти вещи, они понятны, просты, и они решаются построением системы. Поэтому, ну, мы же все-таки битрикс, поэтому когда мы говорим про задачи, про управление распоряжением, мы, конечно, говорим про систему автоматизации. Мы говорим о том, что если вы собираетесь людьми управлять, вы должны этот процесс автоматизировать и формализовать. Вам нужна система управления задачами и распоряжениями. Если системы нет, если вы все на словах и по телефону объясняете, вы вот со всеми этими четырех пунктами будете сталкиваться постоянно, и сделать с этим ничего не получится, потому что коммуникация – штука сложная. Будь вы семи пядей во лбу, и ваш подчиненный тоже молодец, все равно между вами будет возникать недопонимание. Вы что-то не договорите, он что-то не так поймет. Если коммуникация не налажена, если нет системы контроля постоянной, а без автоматизации ее построить сложно, результат будет предсказуемый. Как делегировать? Тут по большому счету я, наверное, ничего нового не скажу. Тут все просто, условно можно исполнить и разделить на три группы. Прежде всего это профессионалы, это кем мы хотим видеть всех своих подчиненных, всех сотрудников. Люди, которые точно знают как, знают что, знают у кого спросить, им ничего объяснять не надо, поставил им задачу, сформулировал метрику, и он такой самозаряженный побежал и копал до беда, сделал все, что как надо. И он крайне редок. Даже для них нужна система контроля задач, чтобы, по крайней мере, они не забыли про поставленные задачи. Все мы люди, и даже самые глубокие профессионалы забывают. Мы все косячим, все забываем. Если нет системы, которая про задачи напомнит, всегда будут задачи, про которые он забудет, несмотря на то, что он профессионал. Но, тем не менее, работать с ними просто. С новичками наоборот. Если вы понимаете, что человек может справиться с задачей, но не готов к самостоятельной работе. Да, на него придется тратить больше времени при постановке задачи. Вы не просто ему должны сказать, что делать. Вы должны вместе с ним сесть и расписать чек-лист, что именно он должен делать. Может быть, разбить на этапы, может быть, даже разбить на подзадачи со своими дедлайнами, так, чтобы вы могли контролировать его на каждом этапе. И вот, чтобы он с вами согласился, чтобы он понял, как вы будете оценивать его работу, чтобы он понимал, как ему сделать так, чтобы вы считали, что он сделал свою работу хорошо. Потому что сам он не догадается. Вот вся та магия, которая происходит у вас в голове, она исключительно ваша. Если вы ее не запишите, не напишите этому новичку, он про нее никогда не узнает. Догадаться он не сможет. Телепать никто не умеет, хотя всем бы, наверное, хотелось. Ну и с середнячками, в общем-то, тоже все понятно. Вы ему ставите цель, вы, в принципе, полагаете, что он дорогу-то найдет, но его желательно проконтролировать. То есть вы ему не расписываете, конечно, план, это будет для него огорчение, это его демотивирует, потому что это же почти профессионал. Он почти дорос уже до самостоятельной работы. Пусть он сам решит, как он будет делать эту задачу, но перед тем, как он приступит к выполнению, пусть покажет. Может быть, вы скорректируете в какой-то момент, а может быть, наоборот, вы его похвалите и скажете, молодец, Вася. Так и надо. Кто слышал про смарт? Вот такая система постановки задач. Кто пользуется смартной постановкой задач? А как вы ей пользуетесь? Прямо так и пользуетесь, да? Я понял, окей. Говоря про систему автоматизации, хотя на самом деле этот вопрос, конечно, шире. Мы приходим к тому, что нужна некая методология работы с задачами, в частности, методология постановки задач. Есть такая аббревиатура смарт, которая, ну это на самом деле даже не методология, это набор критериев для любой задачи, чтобы понять, что задача, которую вы поставили, будет выполнена. Так вот, если она критериям смарт соответствует, она, скорее всего, будет сделана. Если не соответствует хотя бы в одном из аспектов, то с вероятностью более 90% исполнитель ее профокапит. Итак, смарт. Первая буква S – это специфик. Задача должна быть конкретной. Не копать отсюда до обеда, а выкопать траншею конкретной длины. Не будет вот этого конкретного показателя, исполнитель не сможет понять, достиг он результата задачи или не достиг. Он будет в тумане на самом деле. Он, может быть, будет считать, что он молодец, все сделал. А вы такие, а что короткая такая яма-то? Мне она нужна вон там. А он до обеда-то копал? Какой показатель ему дали, такой он и сделал. Или что еще хуже, человек будет демотивирован, потому что он не будет уверен никогда, а хорошо он делает или плохо вообще. А в этих условиях очень сложно человеку находиться, потому что на самом деле все хотят быть хорошими. Ну, редко, наверное, вы встретите человека, который такой, такая, что вот его радует, что он никого не радует. Скорее всего, любой нормальный человек рассчитывает на то, что его похвалят, что его оценят. Он хочет сделать свою работу хорошо. Ну, по крайней мере, достаточно хорошо, чтобы не выглядеть балбесом. Вот без конкретных критериев оценки задач он этого сделать не сможет. Он вынужден будет угадывать. Сегодня угадал, завтра не угадал. Как это для него будет выглядеть? Не то, что он накосячил. Начальник самодур. Начальник не может сказать, что ему делать-то. Как хорошо, а как плохо. Угадай-ка. Это очень демотивирует. По сути, measurable, задача должна быть измеримой. Вы должны формировать конкретные показатели, в которых задача меряется. В объеме работ, в затраченных часах, в конкретно сделанной какой-то там, я не знаю, в изделии. Задача должна быть измеримой. Должны быть какие-то показатели эффективности работы. Показателей нет, человек не понимает, что ему делать, как ему делать хорошо, как плохо. Задача должна быть достижимой. Если вы ставите задачу перед человеком, который изначально понимает, что не сможет он это сделать, вообще никак не получится. Он забьет на нее и все. Классический пример, как ставят планы в отделах продаж. Заканчивается декабрь, сезонный подъем продаж. Все напродавали, рост 100%. Новый год, все подарками закупили. Собирается совещание, в конце месяца они такие, ну у нас в этом месяце рост 100%. В следующем месяце мы должны сделать 150%. Все такие, ну да. как бы в январь, половину января все пьют, во вторую половину приходят в себя после первой половины. Ни о каком росте в принципе не могло идти речи изначально. Все это понимали, задача поставлена, на нее все дружно забили. Какой смысл был в этой задаче? То есть вы изначально опять же людей демотивируете, потому что для них это выглядит как глупость. Их изначально просят сделать работу, которую сделать невозможно. Начальник идиот. Не они не справились, начальник идиот. Задача должна быть релевантной. Она должна относиться, соотноситься правильно к тому, чем вы в принципе занимаетесь. Соотноситься со стратегией компании. Должна быть релевантной деятельности подразделения, в котором вы ставите эту задачу. Потому что человек, который получает задачу, не связанную с его основной деятельностью, он на нее забьет, потому что будет считать, что это не его работа. И он не должен ей заниматься по понятным человеческим причинам. Поэтому если вы ставите задачу подчиненному, который, я не знаю, занимается продажами, а вы ему ставите задачу по автоматизации управления задачами, или там, я не знаю, еще какого-то такого рода темы, ну, он будет оттягивать, саботировать, пытаться это дело перекинуть, но он с задачей не справится. Вы изначально ставите его в такие условия, когда задача выполнена быть не может. И это ошибка постановки. Ну и, конечно же, у задачи должен быть дедлайн. Задачи без дедлайна не закрываются никогда. Потому что всегда накидываются новые какие-то вещи. Даже самые-самые профессионалы, они же востребованные люди, вы все время будете нагружать их какими-то новыми вещами, у него всегда будет чем заняться. И те задачи, в которых конкретного срока выполнения у него не стоит, ну, он так и будет, он будет в этих списке, что да, надо как-нибудь сделать вот это. Автоматизировать продажи, внедрить CRM, надо как-нибудь. Вот этот как-нибудь никогда, собственно, не наступит, потому что сроков-то нет, чего торопиться. Есть приоритетные задачи, а это фигня какая-то. Поэтому, когда вы ставите задачу в рамках системы, всегда примиряйся свою постановку на вот эти очень пять простых, в общем-то, критериев. И если задача этим критерием отвечает, значит, вы все сделали хорошо. Не отвечает, где-то нужно подтягивать. И тут, когда мы говорим про систему, про систему автоматизации управления задачами, появляется то, что называется магией удаленной работы. В чем суть? Ну, когда вы имеете дело с коллегами, которые работают с вами в офисе, начинают работать ну, такие неформальные признаки. Вы смотрите на своих подчиненных и видите, а вот этот вот чувак, он все время в костюме, он приходит в восемь утра, уходит на полтора часа после окончания рабочего дня, он в очках, умный, такой энергичный, там на совещаниях сидит, записывает, как бы, ну, чувак вкалывает, реально работает вообще, я вижу каждый день. и это неправильная оценка, потому что, по сути, она создается из факторов, которые не имеют отношения к выполнению задачи. Вам для того, чтобы понять, работает он реально, не работает, нужно что-то где-то копать, какую-то информацию выискивать, это тяжело и трудно. И вдруг появляется работа, на которой у вас нет специалиста в офисе, и вы нанимаете удаленщика, может быть, фрилансера, может быть, просто удаленщика. И вы не видите его, как он работает в течение дня. Когда он там приходит на работу, встает, может быть, когда у вас совещание, он сидит без трусов под одеялом там, или вообще в магазине затаривается. Эти факторы перестают играть хоть какую-то роль. Вы вынуждены придумывать какие-то показатели для него, чтобы понять, работает он хорошо или не работает. И вот вы эти показатели придумываете, вносите в систему, у вас получаются какие-то KPI, и в конце периода, раз в неделю вы его оцениваете, раз в месяц, вы смотрите, ну, наработал чувак или не наработал. У вас есть конкретные, понятные критерии оценки эффективности работы этого товарища. С удаленщиками по-другому вы работать не сможете. Вам в любом случае нужны критерии. Это та самая бразильская система. У вас нет вариантов вообще. Вы вынуждены систему придумывать. И когда она начинает работать, вы начинаете смотреть на своих людей в пиджаках и в очках совсем по-другому. Вы начинаете думать, а может быть, как бы их померить? А почему я их не меряю? Удаленщиков я меряю. Почему же не померить тех, кто в офисе? И вы начинаете эту систему переносить на управление сотрудниками вообще. И вот тут оказывается, что эффективны это совсем не те, кто ходит с 8 до 10, а совсем, может быть, даже другие люди, которые казались, как вам казалось, шалберничали на своем рабочем месте в течение всего дня. Если мы возвращаемся к BIDREX24, то мы даже ввели специальный показатель в систему, который называется эффективность. Сергей Рыжиков сегодня упоминал про нее в своем докладе. По сути, это единый показатель, который показывает, как люди работают с инструментом управления задач. Попадают ли они в срок? Не факапят ли они постановку задач? То есть не факапит ли они за своих подчиненных, потому что у вас может быть 2-3 уровня руководства. Вы ставите задачу начальникам отделов, начальники отдела делегируют их к каким-то там исполнителям, но при этом не следят за выполнением сроков. Это замечание для них. И вы будете видеть, что как руководители отделов они работают, например, неэффективно, потому что они не пихают своих исполнителей, чтобы те выполняли задачу в срок. То есть вот на вот этот общий показатель влияют несколько факторов. Вам достаточно одним глазом посмотреть, чтобы понять, эффективно люди работают или нет. Дальше вы начинаете разбираться. Если вы говорите, что они должны работать с эффективностью больше 70%, а чувак отработал 60%, вы вызываете его и спрашиваете, а почему? Может быть, у него были объективные причины. А может быть, не было, и тогда его надо наказать или помочь ему как-то. Почему наличие системы хорошо в качестве такого резюме, а ее отсутствие плохо? Ну почему хорошо? Потому что прежде всего это разгружает вас как руководителя. Вы избавляетесь от чужих обезьян, вы контролируете систему по ключевым показателям. Это дает возможность вам развиваться как руководителю, решать стратегические задачи компании. С этим сталкиваются практически все предприниматели в сфере малого и среднего бизнеса. Не хватает времени на стратегические задачи, потому что мы приходим на свое рабочее место с утра и надо этим ответить, этим объяснить. Тут порешать какие-то вопросы. На стратегию времени просто нет. А без развития стратегии вы становитесь реактивным бизнесом, который просто подстраивается под какие-то внешние факторы. Вы не управляете им. Это означает, что он плохо устойчивый и в какой-то момент вы столкнетесь с таким вызовом, который может бизнес просто убить. Стратегией надо заниматься, а для этого надо освобождать свои ресурсы. Вы стратег в компании или в своем подразделении, не важно. То же самое относительно сотрудников. Когда есть система, когда они понимают, как оценивают их работу, что такое хорошая работа или плохая с точки зрения их руководства, они понимают, как им жить, как им выполнять эту работу, как им становиться лучше в ваших глазах, как им расти. Без таких критериев возникает туман. Люди считают, что компанией никто не управляет, и это приводит кадровые проблемы. У кого нет проблемы с кадрами? Кто считает, что хороших сотрудников найти легко? Вот, собственно, ответ на вопрос. Кадровые проблемы у всех, и у большого бизнеса, и у малого, и у среднего. Найти хороших людей тяжело. А если у вас не будет системы, то даже тех, которых вы нашли, вы, скорее всего, скоро потеряете. Потому что людям очень тяжело работать в условиях, когда они не понимают, как их оценивают и как им расти внутри компании. Собственно, у меня все. Если есть вопросы, давайте про обезьян поговорим. Да. Андрей, Комтех, торговля стройматериалами. Вопрос такой, а как вообще показать сотруднику путь карьерного роста на основе этих показателей? А если вы к ним привяжете к KPI, что, например, я не знаю, ну, тут сильно, конечно, зависит от сферы деятельности, но если мы возьмем, я не знаю, завод, там есть мастер разных категорий. Фактически, карьерный рост для мастера это переход от категории к категории с увеличением зарплаты, каких-то бонусов и так далее. Вы привязываете KPI к этим самым категориям, говоришь, если у тебя выработка-то, я не знаю, чего, 70%, то извини, ты мастер третьей категории, и выше у тебя не будет. Ну и так далее. То есть вы, по сути, должны сформировать показатели вот этой системы, оценки работы и привязать к ним тарифную сетку, зарплатную в том числе, по должностям, что человек не может быть начальником подразделения, если у него не было опыта проектной работы или он там закрывает менее трех успешных проектов в год. Это тоже может быть вполне с KPI-ным показателем. Спасибо. Пожалуйста. Еще? Сейчас уже должен быть следующий участник, наверное. Спасибо.